Июль 2021 года. Углегорские новости пытаются закрыть силой. В редакции типографии перерезали провода. Разгонять коллектив тогда пришел лично мэр. Все для того, чтобы в газете не вышла статья о крупнейшей экологической катастрофе и ее виновники в Солнцевском угольном разрезе. Это один из главных активов Восточной горнорудной компании. Покиньте помещение, передайте ключи от этого помещения, когда датом для сдачи получается под охрану. Ну вот, не создавайте лишних проблем. Несколько дней назад крупнейшая и самая читаемая в СМИ Сахалинской области информагентство Сахком публикует материал о новых методах давления на углегорские новости и называет главных действующих лиц. Тут, как у классика, знакомые все лица. В авангарде этой истории Кирилл Кобяков летом 2021 года. Кобяков, очевидно, представитель Восточной горнорудной компании, после увольнения Зинаиды Макаровой ненадолго возглавил углегорское издательство. В знак протеста тогда уволились журналисты и специалисты учреждения. Я, безусловно, согласен. Нет, я человек новый. Не надо вас снимать, пожалуйста. Это моя работа. Я нахожусь вообще все на месте. Прошу прощения, можно ли мы без вас с тобой переговорим? Да, без вас. А я за вами пойду? Не надо за новенький. Ну, при всем уважении. Ну, поймите нас правильно. Я нахожусь вообще все на месте. Что вы мне запрещаете снимать? Вот так. Пойдемте. Никто не против того, чтобы мы снимали. Пусть дайте нам поменять и выяснить мою личность. С осени 2021 года Кобяков стал забрасывать углегорскую администрацию, нашу редакцию, прокуратуру запросами и жалобами. Делает он это на правах главреда издания «Горбуша.Инфо». Кобяков вообще фигура многогранная. Он не только главред «Горбуша.Инфо». Полтора года Кобяков является председателем Общественного совета при Сахалинском управлении Федеральной антимонопольной службы. 29 декабря 2021 Кобяков становится единственным учредителем «Комсомольской правды Сахалин». Комсомолка практически не скрывает свои связи с угольным магнатом Олегом Мисевры из Восточной горнорудной компании. И тут история закольцовывается. Сначала Кирилл Кобяков на правах главреда «Горбуша.Инфо» направляет запросы в УфАС. В свою очередь УфАС, где тот же Кобяков председательствует в Общественном совете, присылает углегорской администрации абсурдное, на наш взгляд, письмо-предупреждение. В декабре 2021 КП «Сахалин», где учредитель тоже Кобяков, учреждает и регистрирует в Роскомнадзоре новое печатное СМИ, корпоративную газету Восточной горнорудной компании «Уголь зрения». «Уголь зрения» существует не первый месяц. Издание выходило тиражом 999 экземпляров раз в месяц. В декабре 2021-го тираж «Уголь зрения» резко вырос до 2000 экземпляров. КП «Сахалин» зарегистрировало его в Роскомнадзоре. Теперь это полноценное СМИ. Вернемся к письму предупреждения УфАС, полученному углегорской администрацией. Его суть в том, что публикация нормативных правовых актов в газете «Углегорские новости» напрямую через муниципальное задание является якобы незаконным. Тут надо пояснить, без публикации в зарегистрированном СМИ ни одно постановление или распоряжение администрации, либо решение местного собрания депутатов не вступит в силу. Муниципальное задание – абсолютно законный механизм, предусмотренный и в федеральном законодательстве, и в уставе Углегорского городского округа. Муниципальное задание есть у каждого муниципалитета Сахалинской области, и редакции газет исполняют его напрямую, без всяких закупочных процедур. Но предупреждение, как нам известно, антимонопольная служба отправила только в Углегорск. Откуда такая, на наш взгляд, предвзятость, УФАС нам не ответила, по всей видимости, проигнорировав наш запрос недельной давности. Мы обратились в областную прокуратуру, чтобы она дала правовую оценку действиям УФАС и проверила возможное наличие в этих действиях коррупционной составляющей. Также в областную прокуратуру мы отправили заявление о проведении проверки в отношении Кирилла Кобякова на предмет выявления в его действиях возможного конфликта интересов и коррупционной составляющей. Дальше события будут развиваться, по всей видимости, по следующему сценарию. Если углегорская администрация соглашается с письмом УФАС и разыгрывает публикацию документов на аукционах, участвовать в них сможет любое зарегистрированное СМИ. Не только углегорские новости, но и теперь уже газета восточной горнорудной компании «Уголь зрения» победит тот, кто предложит максимально низкий ценник. И шансы, что это будет частная газета «Уголь зрения», очень высоки. Ведь крупная компания может себе позволить сильно понизить ценник. Потеря муниципального задания фактически лишит углегорские новости средств к существованию. Причем эта потеря будет не единственной. Финансовую поддержку районным изданиям оказывает и правительство Сахалинской области. Газеты публикуют информацию о его деятельности и получают за это деньги, хоть и небольшие. В январе 2022 года правительство заключило контракты с газетами в 15 муниципалитетах Сахалинской области. Углегорского района в этом списке нет. По всей видимости, действия всех участников этой истории скоординированы и согласованы. На наш взгляд, цель федерального органа УФАС, правительства Сахалинской области, бизнесменов Восточной горнорудной компании и представителей районной власти наложить на углегорские новости санкции, фактически перекрыть изданию финансовый кислород. По всей видимости, речь идет о сговоре по зачистке информационного пространства. Газета, которая честно рассказывает о проблемах углегорского района и ее жителей, им не угодно и очень сильно мешает. Нам стало известно, что местная администрация согласилась с предупреждением УФАС разыгрывать публикацию нормативных правовых актов через аукционы. Письмо за подписью мэра Дмитрия Цуканова отправлено в УФАС 2 февраля. Мы подумали, почему бы это и не сделать, и пошли по этому пути. Далее по планам в марте проведения компасных процедур. Очень надеюсь, что в углегорские новости также будут принять участие. И очень даже надеюсь, что вы можете победить. А еще 9 февраля наша телекомпания получила письмо, которое касается судьбы углегорского телевидения. Телерадиокомпания ОТВ расторгает договор с нашим учреждением. Это значит, спустя 30 дней телевизионные выпуски углегорских новостей перестанут выходить на телевизионных каналах. Наш последний выпуск выйдет в эфир 4 марта. А затем его повтор утром 7 марта. Не сумев закрыть очевидно неугодные восточной горнородной кампании газету и телерадиокомпании «Углегорские новости» в прошлом году, действующие лица этой истории решили пойти другим путем. Что будет? Видимо, многочисленные проблемы и многочисленные просьбы о помощи жителей углегорского района прикроют глянцевой мишурой.